Доброе утро! Здравствуйте, Анжелика Геннадьевна! Здравствуйте! Настроение с утра у вас, наверное, отличное, как и у всех учителей? Немножко нервное, немножко веселое, немножко истеричное, но, наверное, да. Это связано с тем, что вы так рано не встаете или с тем, что сегодня выпустят? Нет, дети экзамен сдают. Последний звонок. Последний звонок все-таки. Так, 149 детей, я так понимаю, это не один класс? Да, у нас 4 класса в гимназии, получается, но когда мы решили приготовить последний звонок, дети так собрались и говорят, мы будем делать один класс, у нас 11-й, один общий класс. И вот мы готовим. Слушайте, ну молодцы, так дружненько все. Ну, чем больше людей, тем больше вариантов списать, я думаю, связано с этим в первой очереди. Вы знаете, они научились списывать, мне кажется, еще во втором классе, и проблем с этим нет. Слушайте, ну, ситуация в том, что вот у нас подборка в этом году параллели, очень много творческих детей. Настолько творческих, что когда начинается вот момент, а давайте мы сделаем это, а давайте мы сделаем это, а давайте мы вот это сделаем. Просто мы теряемся от того, что вот дети действительно творческие, вот настолько. Скажите, пожалуйста, а какой предмет вы преподаете? Ну, самый любимый у детей химия. Мне кажется, химия – это как раз-таки простор для творчества. Разве нет? Настоящие действительно творческие люди, они могут найти там свой креатив. Ну, знаете, любимый вопрос в 11 классе, когда дети приходят при последний урок, я говорю, ну что так, что мы усвоили на этом уроке? Вот за все время, пока мы учились в школе. Четыре ответа. Аккумулятор, этиловый спирт и водка. Я с нас не изговорю, почему? Потому что три слова, аккумулятор. Вы знаете, что в аккумуляторе? Вот, а мои дети знают. Ну, я знаю, что там швинец. Нет, там есть сырная кислота, которая опасна для жизни человека. Вот, вот. Но мне этого не говорили, потому что мы использовали. Не доучили мы химию. Зато мы варили мыло на уроках химии. Ну, мыло мы тоже варили и даже предлагали нашей столовой, мы сварили Галина Бланка, и пришли к столовой, главному повару, говорим, птицер. Она говорит, нет, я хочу, чтобы дети были живы. Пресекли ваш бизнес на корню. Да, немножко, наверное, так. Но дети стараются. Вы знаете, мы сейчас с форматом бурно обсуждаем, стоит ли все-таки отменять, на ваш взгляд, эти выпускные. Либо, ну, нельзя же, с одной стороны, лишать детей праздника. С другой стороны, вот этот вот выпускной у нас обычно, это продолжение праздника, потому что творческая часть, вот эта вся праздничная, она проходит в школе. И никто не против этого. Но вот, чтобы дальше потом собирали баснословные суммы, вели себя как будто выиграли Оскар и как звезды Голливуда, вот это, возможно, излишне. А вы знаете, я вот так скажу, вот вспомните свой выпускной. Вот ваше ощущение, когда вы пришли, вы получили аттестат, вы получили много плесных слов о том, что какая вы красивая, какая вы хорошая, но лучше вас вообще в мире нет, да, и вам говорят, все, иди домой. То есть что получается? У ребенка, получается, падает настроение. Ну, как бы мы ни хотели, это 18-летние дети, им хочется потанцевать. Это неизбежно. И поэтому я даже не представляю, вот на сегодняшний момент, вот мы знаем, что этот приказ произошел, но вот у детей сейчас немножко шоковая терапия. Говорят, а потанцевать? То есть им интересна торжественная часть, они с удовольствием это выступают. Причем торжественные части же бывают разные. Но потанцевать-то им тоже хочется. Я думаю, самое главное здесь, чтобы не было как раз вот этого денежного сбора, связанного со школой, потому что учителя сами в волнении, они и так потратили нервы на вот это вот все, и плюс половина из них точно будет плакать, потому что прощается с детьми, с которыми уже... Все будут плакать. Все будут плакать. Плакать будут все, потому что когда мы говорим фразу, даже я когда говорю, значит так, будет последний звонок, я не заплачу, не дождетесь. Начинается, вот уже мне первый год работает, начинаются только вот эти моменты репетиции, я понимаю, что к концу всего-то уже слезы бегут, голова красная, в общем, все, что это самое. И какой-нибудь обязательно вот так подмышку возьмет, ну не плачь, Анжелика Геннадьевна. Ну главное, чтобы мы сейчас, Татья, не заплакали. Скажите, а вы, вот, скажем, начинаете скучать по всем ученикам или только по своим любимым? По отличникам, или наоборот по двоечникам. Ну вот, сколько я сделала выпусков, допустим, в этой школе у меня моих выпусков три будут полностью, что я не считаю тех, которые еще... Нет, я, наверное, скучаю по всем, но больше люблю двоечников. Потому что они самые веселые. Отличники зря старались. Нет, знаете, как сказать, хотя нет, даже не так скажу. Дети, которые вот более безалаберные в отношении учебы, они более творческие. У них всегда есть, вот, я хорошо помню, ты почему сегодня опоздал? Поздно лег, поздно встал, потому и опоздал. То есть, понимаете, моменты получаются? Логика, да. Они всегда находят момент, как ответить. А отличник начинает думать, так, как же, что же. Анжелика Геннадьевна, вы знаете, вот я вот, то есть, начинается строиться цепочка, которая, в общем-то, ну, к которой он привыкает, потому что он... А вот у нас в школе, насколько я помню, когда у меня было выпускное, от учителей тоже был такой подарок. Они тоже выступили, не только детям, мы месяц занимались, пели и так далее. А учителя тоже свой вот номер сюрприз такой строили. Что у вас от учителей? Значит, знаете, интересная вещь. Вообще в нашей школе такая бешеная традиция. То есть у нас последний звонок – это такое мероприятие, к которому готовятся все, буквально все, включая директора школы. Это вот такая болезненная вещь. Когда вот мы начинаем делать прогоны репетиций, дети выступают, мы всегда смотрим, где бы нам выйти. Вот с детьми, когда вот у нас идет торжественная часть, последний звонок, все, и когда выходит, допустим, классный руководитель спряшет с детьми все. Это настолько необычно. Но мы всегда готовим для них сюрприз. Вот сюрприз, который они не ожидают. Либо мы поем, либо мы… Вот в этом году открою тайну. Чарлистон мы будем танцевать. Ух ты! Серьезная такая подготовка. Мы пытаемся, да. Но потому что дети, я не знаю, как сказать, вот особенно этот год настолько творческий, что если мы не выступим, не покажем чего-то, чем-то их не удивим вот таким моментом, ну, будет неинтересно. Дети задрали планку. Нужно соответствовать. Мы желаем вам, чтобы были слезы только от счастья. Спасибо. Чтобы ваши выпускники потом возвращались в школу, чтобы из них выросли действительно достойные люди, чтобы все ваши труды, они додали свои ростки. Вот. Ну и поздравляем вас тоже с этим праздником. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Ну что ж, ну, как вы поняли, самая главная задача любого учителя – это удивлять своих учеников. В гостях у нас была Анжелика Геннадьевна Крекотнева, учитель по химии, просто замечательный человек. Вам спасибо большое. Ну а Утролайф на телеканале НТС продолжается.